поломались супраин алекс приветствую приветствую и крето дисней привет мистер йогурт зад мне попкорн чупа чупу с фляжку ну как желаете григорий здравствуйте алёша здравствуйте до трех побед смысле смысле то что было до этого до двух побед час до трех побед идет б опять то есть максимальный счет возможный 32 внимание сейчас участникам до трех побед в о 5 best of 5 ура два дня подряд дюнка приветствую приветствуем приветствуем о душе спасибо что с нами по регламенту сейчас тоже быстро пробежимся поле за иди он держим кулачки за него только еще у нас есть ах ты спойлер и подвезли и не обозначил пойдем сетку покажем кто там у нас в сетке как что происходило кто еще не видел вчерашний турик события тогда посмотрите сначала его сейчас будет спойлеры и госпойлер и подвозим сейчас мы подвезем спойлеры так вот она сетка замечательная за может даже себя отключу так давай смотреть 8 игроков изначально сварщик слова сварщик обыгрывает слова выходит полуфинал далее крисов гриф против сарда у кара интересная заруба была здесь большая часть ставила на грифа но сарда у кара все-таки победил и вышел пару со сварщиков полуфинал далее и геон ричи я бился как бог но че я могу показать против этого монстра просто тухую раскатал 20 прошел полуфинал дюна кэт касаясь и кстати касается хорошо на самом деле оборонялся но вот за счет наверное не по игре как будто засушивает 21 но дюна кэту спокойно уверенно забрал 20 и того полуфинала получились сварщик сарда у кар и геон дюна кэт это уже претенденты на призовой фонд а призовой фонд у нас 700 рублей уже так далее сварщик против сарда у кара да тут как бы была рубка но сварщик сказал нет как бы я иду финала ты сарду кар идешь в матч за третье место и геон дюна кэт ну наверное почти как финал я не знаю ну прям просто жесткая вот прям жесткая рубио то не видел рекомендую ну дюна кэт побеждал но опять же мое мнение все-таки за решала карта для тех кто говорит что карта ничего не значит вот все-таки именно две победки и геон урвал на карте которую он выбирал соответственно и геон сварщик напоминаю геон кстати обыгрывал сварщика на фри-плеях поэтому посмотрим здесь будет жесть сарда у кардио на кэт вот не помню чтобы они между собой играли если не по-моему играли но не помню какие счета были ну короче здесь тоже рубио мочила ричи молодца держался вчера прямой болт бой дал и деда геон это наверно мой один из самых лучших матчей поэтому я не так месяца два может играем так еще раз давай по регламенту какие-то вопросы у дюна кэта возникли да давай еще раз пройдемся здесь регламент ля-ля-ля тополя у нас есть определенные матчи которые участвуют карты карты участвуют в этом самом турнире отобрали вот читаем формат проведения турнира олимпийская система сингл лимонейшн то есть до одного вылета все матчи финал проходит формате до двух побед матч за бронзу вот тут написано матч за бронзу и финальный матч проходит формате до трех побед по 5 написано все понятно также вот у меня уже подготовлен сарду кардио на соответственно крутим рандомайзер он нам будет определять кто из них будет 1 выбирать дома игрок выбирать сразу два дома такие правила далее да никаких вопросов я просто неправильно понял победы матчин да все не но это важно потому что если есть вопросы главное уточнить их до момента начала поэтому здесь внимательно еще раз продублируем да значит соответственно мы крутим барабан игроки точнее родомайзер нам определяет у кого бы приоритет первым выбирать дома сразу обоим игрокам у второго игрока выбор карты ответственно не играют ой по проигрывает затем берет сразу два дома соответственно выиграл берет карту и таким образом играется слава гоночки и понимаю гоночки мощь так меня лайк плюс один не глядя от души так осталось теперь понять если на месте игроки регион надо сегодня а ту же карту брать как и вчера но я не знаю может он со сварщиком у него свои наработки так все отлично это уяснили это уяснили сейчас теперь пойдем в принципе по мне так такой формат турнира вообще замечательная не знаю как вам по мне идеально я вообще хотел все одним днем но все-таки наверное одним днем это тяжко все-таки вот так вот когда разбавили полегче так обожаю дину 2 года ждал стрим канал по дюне пишет это вот все дюна к эту благодарите его в частности саду карту сару карты ход напиши мне в личку а трех побед напиши в личку я напишу кто из вас приоритет создавай и давай серёги дюна к эту так по поводу дюна к это еще раз благодаря ему этот турнир в частности плюс то что он меня очень долго соблазнял стриме дюна я отнекивался ключ на 13 вот кстати тоже слова это ром хакер создатель сборки old версия 21 в которую мы играем за что мы тоже огромное спасибо и вообще я считаю про родителям дюны онлайн принципе если бы не она хрен бы тут вообще мы чё бы не знаю может бы конечно какие-то кастали бы кто-то и придумал но и в том виде этом всем огромный привет и усаживайтесь поудобнее жесткая рубиова так сейчас я это крутим барабан если все готовы а кричи сам если честно за кого будешь держать кулачки за хорошую грудь я нейтралитет там единственно финале буду за и геона болеть сварщик издевался над нами также на к эту тебя приоритет сейчас я ему об этом скажу все все видели да аудио накат приоритет так сейчас я значит тут все по это то 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 вот так вот мы сделаем все красиво красивенько задержка если что стоит и у нас сейчас матч за третье место так все отлично так я за сардукара говорит а в за третий меч а мы сейчас делаем голосование ребят мы еще сделаем голосование что я вчера увлекся не сделал все создал сейчас давай сделаем голосовавши к чему тупим спасибо за лайки это очень сильно помогает рисовой фонд уже 7500 и кто хочет поддержать точки в описании либо какого-то игрока в частности либо организацию все это тоже можно сделать отдельно так поехали сделаем голосование до трех побед внимание до трех победа максимально возможно счет 32 по победит вот все голосовавочка заряжена правило до кронс спасибо зарядил так я сейчас подключусь подключусь с ожидания все как обычно ребят вишь у меня уже заготовка вчерашние темно онлайн да не знаю останутся ли силу может быть еще поиграем желающими но не знаю ребят что у меня по идее в это время должен быть быть отдых он стопом делил им контент поэтому не скупитесь пожмите лайк более ну что вы так ладно то хватит клячить и идем смотреть на рубил матчевого пороху быстрого сардука против деда к это и так зайду подключусь к ним короче вы можете пока голосовать но желательно давайте голосуйте сразу чтобы не было такого матчу за жака заканчивается вы потом голосуйте просто интересно сверить насколько действительно как бы ну мнение людей совпадает тем что у нас произойдет сегодня продадете даже жестко зайдете не жестко потому что сардукар готовился дюна-кэт готовился все отдыхали и классно ох самая вкуснятинка мне на вчера тоже были топ за зарубы хоть прям несколько было прям топчик даже я своей доволен чё я говорю даже даже и той даже у меня какой-то верит топ заруба сейчас сейчас подождите пока это самое так матч за третье место за призовой призовой 10 процентов получит кто сейчас победит до трех побед так значит дюна кэт дом мне харконенов сопернику ордосов сейчас секунду по карте надо проверить эту тату то вот так вот мы это все делаем такая карта 7 карта 7 карта 7 карта 7 у нас имеется так уточним про свапа свап можно один раз за игру мне не надо свап окей далее у нас получается тогда так все поехали все карта выбрана это выбрана сейчас про стараюсь почитать готов готов так так смысле мы со сваром до двух по 5 играли все правильно приглашать и все прописано матч за бронзу и финал так ну что третье место получит либо срд сарду карлибо юникат юникат на маленьком экране красный харконен зеленым цветом играет на большом экране срд так где не кота строится второй завод чуть с опозданием идет второй завод спасевой у срд третий у юниката и те те же заказывают срд машинный завод и там и там стали кредиты так что вровень пока идут три харвестера и там и там но харвестер у юника это уже в базе сдает кредиты завод достроился джип производстве на у зеленого срд так сейчас достроил он завод строит радар но джип у дюник это уже готов в колеску заказывают производство пошло производство но разведка уже один не к это идет карта кстати говоря не очень большая радар готов поставил срд но разведка уже на базе трехколеску лепит вторую по моему потому что первый уже угол карты идет трехколеска пошла встречать джип но он видимо поля пошел спать разведывать искать хоррестер денег и отстроить джипы до трех побед играют максимальное количество каток это пять если кто-то два раза выиграл то он может еще три раза проиграть этому будет ли 30 или 31 и или 32 счет вот это будет зависеть длительность этого турнира этих боев так на трехколески лепится какой-то апгрейт производство пушки ракетные у зеленого у срд спайсовый завод у денег это 3 такой срд залепил пушку где он ее поставить сейчас четвертый завод 5 даже это был пятый завод у денег это ну все денег это а тут всего три завода он уже срд отстает по спайсу его столько нету у него пушка зато есть поставил пушку энергия села производство апгрейда в машинном заводе скорее всего там он ждет танк посмотрел увидел трехколеску отводит в угол но и уничтожает джип так ну ветряк пошел у ордоса у зеленого так джип спокойно атакует хорвестер красный но учитывая что три завода о трое срд но он проигрывает просто сейчас у него не будет такого количества спайса который есть у для них это уже у него 5 заводов хорвестеры в безопасности но он видать еще из-за тумана войны не видит что вверху там у него заводы стоят как-то красный клочок видно то что грунт у него там наверху был ну что же будет делать зеленый так три завода не ошибаюсь внутри завода хорвестер на это мало танк в производстве зеленый так мы по ходу срт я думаю сдался надо послушать чё-то а пауза окей дюна как написал пауза есть право до воспользоваться паузой есть есть право воспользоваться паузой пинка сколько она за 150 вопрос вся игра стояла до имея человека у нас воспользоваться несколько раз паузами не часто несколько раз так до прошлого вечера ром гладкого стрима отличного настроения всем в чате большой привет спасибо вова от души спасибо за поддержку одинок это то бывает провайдер там боит конечно не хотелось бы тут какие-то нам санкции применять им сюда я думаю как бы обойдется это у нас сейчас дюна sega дюна sega так пишет готов ок дюна sega онлайн против друг друга три пауза бой или за всю дуэль вообще за всю дуэль подразумевается ну слушай григорий скажем так что внешним у нас до такого пока не доходило ситуация бывает рад так ну смотрим чего они продолжают после паузы ну денег это очень большое опережение по спайсу но два танка уже есть третьих продакции производстве так еще раз глянуть что там у зеленого внутри завода у него ему нужен нужен завод еще я считаю так как раз ты стоит на месте углу экрана он не знаю ремонтный завод красный игрок дюни карт просто стоит на месте углу карты ничего не делает player 2 has left написано было ну-ка еще не там говорят так не осуждать людей с плохим интернетом не осуждаем уважаемые дамы экспода не забываем поддержать рома ставим лайки да спасибо большое ну точнее может быть вообще отключился интернет сбой загруженное состояние о все а может играть то за бс за бс играет будем этим временем 3000 кредитов накопилось он сейчас понастроит там на камышка это тут причем а в день она не нужна согласен мышка не нужно так мне не как вроде ожил что-то делает пошли апгрейды танки два завода у него машинных стоит учитывая что него 5 хорвестерных заводов он может час поналепить прикольно вот у него космопорт решил бабки слить вот тут уже танки на защите штурмовик есть идут заказы штурмовиков у зеленого срд очень мощно ремонтный завод тут денег это продакции заказ в космопорте чего он там танки по на заказу штурмовые у зеленого уже прилично техники и сейчас если он шестой седьмой еще хорвестерный завод поставит или хорвестеров по налепит денег это прилично будет но насколько я помню зеленый поставил срд четвертый завод чуть пониже пушечки у него есть штурмовики на базе на полях танки штурмовики стоят пошел на базу хай-тек производстве девиатор так ну и денег от настраивает там базу ветряки лепит пушку еще понастроил то же самое делает расставляет по полям по спайсовым штурмовики ждет видимо прихода противника пушку лепит одну и вторую танк зеленый приперся на поля здесь красные штурмовики у зеленого прилично танков внутри вокруг одного нет 3 на 3 3 красных 4 зеленых штурмовых танка что там пехота пехота у красного вот это интересно пехота добивает штурмовик девиатор едет красить штурмовые танки хочет так зеленый покрасил хорвестер но пушка его сбила пушка тут недалеко от поля красный танк в погоне за девиатором хорвестер покрасил пехота перекрашивает обратно в красный завод нужен тебе нужен завод нет он он делает пикар орнитоптер но у красного на базе есть пушки лучше бы отменить этот орнитоптер потому что нет уничтожен девиатор красные танки с ним справились покрасил один зеленый один танк красных зеленые но выбили его обратно ну и три красных танка разбирают зеленые хорвестеры пушки почему-то лепит странно не хочет чтоб на базе оказались ордос срд лепит пушки ну если мы помним о том что у девиатор красного больше экономика у него приход спаяться намного больше он и налепить машинок может побольше штурмовиков и так далее если не ошибаюсь него пять заводов против четырех может быть еще и хорвестеры реактив очки с космопорта и все идет на центр карты добивает танк на желтом хп штурмовой танк ну подъезжает цел целый новый танк и одну полоску тоненькую оставляет у красного танка реактив очки нападают на базу ну тут танки зеленые они быстро похлопают их вот минус 1 минус 1 уже чтобы и пытается защитить но тут и актив очки лезут прям ну в пасть льва все минус 3 активки они по 450 стоит очень дорого но денег это все нипочем у него денег прилично но лепит штурмовики и актив очки должны быть тогда когда большой переезд по танкам особенно по штурмовым с двумя стволами вот этим вот подъезжает как раз один штурмовой зеленый уничтожен танк рядом на танк нападают выше еще один штурмовый танк так обычный танк уничтожен но и принимаются два красных штурмовых за зеленый производстве хорвестер но денег нет у зеленого срд сардукара в то время как у дюняка это две с лишним тысячи кредитов заказ реактивов заказ танка космопорте посылает партию из четырех юнитов два танка до штурмовых ближе к базе противника он тут конечно пушки есть их надо как-то щелкать надо копить юниты да я думаю если бы знал о том что преимущество в целый один завод срд юника то червяк появился сожрет час танка раз сожрал два сожрал и 3 а ну все по ходу ну гг на понятно что нет а могли бы выйти в меню тоже 10 вот это эпично да там просто вместо бензов харф омывайку залили давать это эпично вот видите вот всякие бывают казусные моменты разусные моменты ну тоже объективно был гг я сначала посмотрел я думаю где экономика посмотрите на как победил видите справедливость восторжествовала но это эпично конечно это было эпично а чё не по выходили окей одинок от взял но 10 минут из минус сейчас перезагрузит роутер все дела и гол ну понятно нажмите стоп ё-моё перерыв 10-20 минут ричи интер понятно понятно перерыв интернет плохой но остается ему два раза еще победить таким же макаром ну срд конечно с плохо с экономикой вот так вот одного завода не хватает все чё подрубить какой-нибудь чё-то можно подрубить то комикс перерыв я помню я вот я поняту это смертие все ревер м и 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 Код на бессмертие 31217221027711 Код на бессмертие 31217 Код на бессмертие 31217 Код на бессмертие 31217 Этот самый Здесь получился казусный момент Что он отправил Харф в ремонт И пока Харф заезжал в ремонт Дюна Кэт расстрелял остальные Харфы И получилось так Что один единственный Харф Он есть в игре Как эта игра предполагает У вас всегда будет по умолчанию какой-то Харф он есть но застрял в ремонтники а экономика встала и получилось так что там надо было вот этот момент от контроля то слить и этот самая вытащить хорва кнопкой стоп из ремонта и тогда бы я не знаю насколько это бы конечно помогло за ордосов я за комментатора посмотри пожалуйста никнейм и снизу подписанная сардаукар и дюна кэт и на канале ричи стрим если логически поразмышлять наверно мой никнейм ричи либо ричи стрим ну вот что то такое да сейчас играет с срд сардаукар и дюна кэт 1 0 в пользу дюна кэта играет до трех побед так дюна читачи говорит а за третье место у нас сейчас бой сейчас дюна кэт подойдет поскольку у нас получается как его сардукар проиграл сардукар сейчас будет первый брать два дома одинокат будет выбирать карту раз пока почитаю комментарий пока у нас есть такая возможность кстати я тут не видел какая курица торгует а а а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 на самом деле постоянно сливая как так сколько можно говорит наука это не ко мне к сожалению вопрос для торвы битые а а а а а а а а а и а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, он Харп снес. Так, я не воин, и я Леон. Ты Леон? Хорошо. Из Resident Evil какой-то Леон. А зачем я эти строю? Сейчас ремонтник пора делать. А, вот же нахера я. Где, блин, стреляет, а? Продолжение следует... 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 кричи читает неграмотно десау 30000 спят да нормально и сейчас речи чат читает да как он этим воспользуется другой вопрос так новый кулак готовится до упа без а а и а 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 помять где хорвеста рандора так и просто а вот ты куда заехал Продолжение следует... 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 да блядь туда-сюда ездить а ёбка блядь нес ладно так но у него бабки должны уже кончиться были я здесь карты напряженные на а так блядь нам а нгг если кот готов то погнали уже устал сопротивляться можно конечно значит все нафиг посмотрит так как карта влияет на игру турнир пересмотри вчерашню сергей матчап и геонджу на кэт знаешь как влияет карта прямо и пропорционально влияет как влияет положительно она хотя ладно там бьет хотя он так там не добывает фигуре 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 ок ну окей тут даже можно и затащить там же если что ей конечно долго можно он мог забрать конечно но он заберет наверное я думаю денег нету откуда он сколько штампуют я вам только хоров перебил она гг долго тут играть короче мы все собрались не за этим правильно я же говорил фрикаточки возможно вот они фрикаточки давай тогда пойдем долго играть на одном месте топчемся так там же если что ричи как у тебя ни одной ракеты не пушки ничего ну вот так и деньги экономика экономим здесь катки напряжён здесь очень мукатки мощный там вторая база просто было а во вторую базу ушел так как то у нас там был сардаукар сардаукар так сардаукар дюнак и да дюнак и от счет 10 по-прежнему вот 10 до 3 побед так там же там же меня до вспомнить где там там же помню а все понял ей заходим old версия ага отлично подключились до заход так здесь настроена здесь настроена но проблем пока не вижу по конекту хорошо так у нас получается выбирает дома сейчас ордукар арта 6 карта 6 окей от на да и башки башь он самый ваш личный гид на рабочем столе на рабочем столе цардаукар соберись отдал к соберись так так выстреле да теперь сардаукар берет себе от рейдосов дюнак эту ставит от рейдос ордса и сват не надо но все голову 10 до трех побед конекта вроде восстановилась за призовые из этих там и аж за третье место 20 процентов от призового фонда призовой фонд составляет м 500 окей идем заруба мощная никнейм и снизу подписано сардаукар первый плеер на большом экране динокат на маленьком экране 2 фуэр 1 0 он уже успела держать победку причем интересным способом да там и хитовая хитовый хорвестер заехал в ремонт причем точнее не заехал а старт лукар сам отправил в ремонт свой хорвестер и тем самым получается лишился таким образом хорвестер в один застрял в ремонте остальные все потерял на поле боя и экономика встала тем сам динокат забрал одну победку раз пока смотрим что тут у нас у нас все стандартно три репки туда сюда и карта очень сильно влияет потому что зависит расстояние плюс застройка на всех разных картах по разному а то еще грамотно застраиваться что мне нравится в дюне что это не просто да мы идем и стреляемся но и плюс тут а да как бы как по канону захватывать и ресурсы борьба именно за ресурс поэтому здесь это исполнено в полной красе так что мы имеем пока мы так речь у тебя стримы основная работа до основная работа и хобби по совместительству я бы не назвал это работой потому что на работе платят за заработную плату на стримах к сожалению все чисто за скажем донат есть возможность поддержать то будет круто если нет но у тебя сделаешь ничего не сделаешь поэтому спасибо всем за поддержку окей погнали наших городских до тип того так что у нас приехал трайк ордоса разведывают мы поменялись местами относительно за ордоса изначальный играл сарда ухар а за харк ольнов был дюнах и сейчас получается за ордосов у нас дюна кэд за 3d сав сарда ухар но сарда ухар вообще обычно играет за 30 как так всем проигрываю да и играет за третье место человек у нас тем проигрывает но играет человек за призовое место действительно какой то что вы там интересная авиация строится по ходу до пока все хорошо из электричества не работают здесь пушки которые с ракетницей до обычная пушка работает да действительно смотри пошел через хай-тек и сейчас будет интересная тактика применяться хай-тек дает возможность открытие века авиации и соников тоники специальные такие юниты у от рейдосов но единственное что сейчас может это заметить на кэд потому что у меня здесь райк трудится неподалеку ага уже это интересно а как так быстро пушку поставил даже еще даже не приехал никто не прилетел 11 где у тебя 11 написано 01 или на твое предположение что будет 11 сейчас пока 01 в пользу дюна кэта до трех побед еще раз финальная часть таков здесь она может пушка в роли типа как выступает сейчас отвлекающего ой точнее арнитоптор арнитоптор выступает в роли отвлекающего маневра потому что сейчас sonic больше сосредоточен атаку хоррестеров джина кат сразу смекнул и стал пушки строить помню историю про стримера англика который ляпнул домашний адрес свой вот бывая эти работе а что у него какие-то хейтеры были жесткие но сужие домашний адрес всегда можно сменить вот я например был в гостях у пульта да я сейчас так тебе не скажу живет примерно плюс-минус там помню не знаю но это надо приносит у когда он там точно сказал и и это записать можно ну хода да можно не забыть о чем прямо суши в спину дыши в танку а вот и чё соники наштамповались сега вроде не похоже рано и конечно айка стрим счет людей от наших такого нас общество все ясно понятно и без звука ли знаешь какой-то маленькая хлипкая броня и конечно не вот так вот а растворяются как знает кто у тебя есть микрофон сейчас ничего не выражает ремонт без обид уже выходит конечно ремонтик для соников это прям очень надо но она пытается реализовать этот бил денег пока особо нет сделал ставку на авиацию на соники и пока что я сноубои я могу на истинка и гамалка играла . мы роскошное удовольствие да действительно соники дорогие обои то слова орлов что ли я не насыпется как труха плюс да вот к дюнак это он и как бы просто одиночные танки сейчас заказывают и принципе пойдем тогда обратно пойдем за данной ситуации хорвестер подлетает на подмогу там еще человечек идет смотри прямо чисто идет пехотинцам атакует там реально чё нет тогда если пехоту дают нити не атаковать посадник появляется окей это уже хорошая заявочка какие-то проблемки нас пока смотрим за жду карты на спине полка и харвы подключает и какую-то технику создает на кэзис тоже контролит к нему никто не подъехал а здесь интересная до карта получается потому что расстояние это очень маленькая между друг другом по факту они находятся слева ну напротив друг друга да слева справа вверху вообще пуст пустошь так синхронно не зависли бюджет закончился а кто тут у нас а ну вот это кстати я замечаю часто вот свар так делать сардукар куда-то ревки туда подальше проталкивают дополнительно опять же от карты конечно зависит я так понятно там 12 все играю он так не разгуляешься да вот здесь поболее вот этого пространства застройки где можно ставить здание вторую базу никто никто не строит вот что интересно ну по не успевает развиться для это почему строят я думаю мы сегодня увидим и геон и сварщик там будет вторая база и третье четвертое и возможно захватывают пушками и чё только не будет но сардукар кстати любитель строить вторую базу так паукатки пропустил по моему минут десять может 15 срубится уже так ну да и позырим чё здесь понастроили так кредиты у всех на нуле хай-тек есть пушки есть сардукар синий зеленый дюни кат который один раз победил так куда апгрейд на sonic ой на этот на штурмовой что ли танк делается во втором заводе хорвестеров у синего значит 4 вижу пока что я думаю я думаю левее наверно там 5 есть но если 4 а у зеленого 5 в 5 зеленый будет ввести так чё там базу пол базы разведывал он видит чё у зеленого на экране маленький экран тяжко там что-то рассмотреть так ну sony пусть он его щелкнет быстро танк в починку чё рубанет не показали два машинных хорвестерных заводов вижу зеленого сколько там не покажет наверно так в синего чё там левее бы посмотреть ну по кредитам видать вон у сардукара прилив кредитов sonic и лепит 600 кредитов уже она тратить на счету их опа ну штурмовички быстро разберут соники все минус sonic не штурмовик самое топовое оружие здесь не знаю зачем сардокар лепит их вторая база кстати говоря это круто сейчас он экономики там понастроит и вообще нормально бы он об этом не в курсе или в курсе нет он хорвестер атакует деникат апгрейд пушки ничего него тоже вторая база не понял он раз ранее заготовлены уже хорвестерный завод там строит пушку делает но этого не видит сардукар sonic в заводе что-то кстати не понял там из-за апгрейда не открыто ничего заводе было на видать из-за апгрейда танк когда сначала исследовать обычный пушка ремонтный завод делает деникат так апгрейд пошел но тут хорвестер прямо безопасности туда бы побольше этих хорвестеров по налепить чего он там делает это был перекрашенный sonic да точно 9 перекрасил sonic и еще один перекрасила на такую базу он его быстро щелкнет если догонит догнал щелкнул но тут штурмовичок а штурмовичок разберет быстро sonic еще два выстрела починку выжил sonic но новый идет фуловый нет плохо успевают увести его коррестер делает в углу правильно безопасное место sonic на защите спайса они все через свои будут стрелять конечно тяжко будет внутри штурмовика на 3 sonic интересно чужие будет первый sonic они разберут стопудово залпами все минус и 2 также разберут не успею этого разобрать sonic все 2 нет 3 sonic а там снизу 4 быстренько разбирает на хорвестеры переходят а чё нам говорит этот sonic штурмовики правильно самая топовая тема не 9 это редкая штука редко когда сыграет разве что хорвестер перекрасить да на мину навести бах разобрали сарда у каровский синий хорвестер то что орнитоптер у зеленого атакует пушку на вон он летает отвлекает пушки неплохо девиатор замечен так sonic разобрал штурмовик ну это желтая хп у соника пошел дальше тем временем sonic разобрали новый фуловый перекрасиваем девиатором и штурмовик и sonic sonic разбирают штурмовик пушка не справляется с пикаром ставится вторая пушка у синего сарда у кара пикар резвая штука орнитоптер прикольно называть его пикаром от дальней базе ордоса которая прямо близко с дальней секретной базой сарду кара он собирается влепить космопорт и надавить сверху пушка на защиту он пропалил эту базу знаешь что там есть база идет туда наверно все хорвестер зеленый минус безопасность база зеленый нарушена космопорт влепил еще кредитов особо там не на заказываешь ничего сейчас он базу это обнаружит да и полностью на нее нападает от пушек отведет sonic за вулканами неплохо спрятаться можно второй sonic тоже атакуется но если он влепит возле ветряка пушку в сустав зеленый делает он штурмовики сейчас туда подведет нет он что он хочет в контратаку пойти на базу так готовит штурмовые танки пушка производстве зеленого я видел но это с нижняя завода влепит наверно в удобный момент где-нибудь sonic свой танк заденет нет я не успеет или успеет через свой захерачил там так что чтобы зеленый защитить свою базу хочет чтоб соника этом не разобрал сверху так sonic разобрали спокойно делаются еще соники апгрейд видимо штурмовики хочет открыть так космопорте заказывается пехота 3 трояка что ли заказал зеленый дюнник кат базы 2 на 2 у синего на конечно меньше развита не обтуда еще харвест стороны поставим базоводик об реактив очка открывает а что он заседу зачем он пехоту налепил так это на реактив очка взял нам реактив очки под намутил в униках как мощно делает у зеленых реактив очки только с космопорта если оригинал в машинном заводе вроде как они не производятся только с космопорта так ну что это похоже какой-то налет реактив очки он видит синий пушка думаю под разберет пехоту раздавил но если он первую пушку разберет то там еще и 2 сверху за главным заводом и плюс она чинится может еще влепить пушку она вот она или делается он и влепил чинит спокойно не он отобьется все здесь не пробьет ничего что же просто интересно по хорвестером но так если посмотреть по карте три точки вижу 4567 но это видать и защита еще середине так соники отлетают очень легко чё пехоту не раздавить он так-то приличный урон наносит надо уже поздно не обращает внимание на этот урон так кто-то атакует завод у синего где это происходит один кредит да он сейчас разберет еще завода в производстве хорвестер а вот до реактив очки так ночью зеленый под расстреливать всю эту тему хочет дальше проехать посмотреть под забил что ли на эту базу сурдокар пушечку увидел деникат так поля под защитой 4 штурмовиков и тут близ 2 базы но хорвестерный завод спокойно атакует реактив очка зеленая плюс еще хорвестер свой собираем но если он под защитит этот это поле это место соник разберет что главный завод щелкает он у него там производстве пушка сейчас реактив очка залпы минус завод до завода я думаю нет уже заводов я думаю да вообще нет разве что ветряк может быть стоит так все глянем синий посмотрит туда да там стоит ветряк судя по радару ушка в производстве синяя напряженная катка ну кажется деникат вытаскивает всю эту систему реактив очки тем более не количество штурмовых танков прилично кредитов 1700 наблюдаю у него базу разобрал окончательно поворачивает свои юниты на на основную базу противника если он сейчас не успеет под подстроить защиту ну вот две базы против одной зеленый давит добыча больше построить еще раз вторую базу вряд ли представится возможным среду кару не успели разобрать штурмовику везде на починку на починочку хлопнули заводы вот тут реактив очки хорошенько хлопнули и чё ну поставил допустим на пушку еще в производстве пушка он это все дело видит и реактив очку отводит штурмовик на пушку нападает пока он его будет сливать он хочет вокруг пушки поездить реактив очки в заказе в космопорте у дениката деньги кончились два штурмовика две реактивки новые готовы лепится пушки с радукаром вокруг базы вряд ли это поможет экономика слабее просто по объему на катя пятна синего базы синий она меньше в два раза чем зеленая зеленый уже задавит его плюс юнитов видать на радаре мусор 2 кара очень много зеленых он просто добивает sonic не спасет пушку разберут если сейчас штурмовики нет они не разбирают после не обращать внимание для реактив очки там сверху долбит нет не долго даже так то пушки разбирают это грунт решил порушить неплохо кредитов нет у саду кара не но это 20 я думаю в пользу дениката он какая миссия собралась не все создал кар даже если так sonic он попротив штурмовика он не вывозит его штурмовик разносит зеленый подразобрал harvester штурмовиком sonic на красном хп ничего не сделает один выстрел он отпадает и новая пачка на базу идет и актив очки ловит выстрелы пушек или еще не ловит нет они далеко они достает пушка может даже и хлопнуть пару реактивок но в завод успевают залп дать нет их достает пушки зачем он подводит так близко все встал ну все стал сарду кар это разгром послушаем что там напихать все о даровский пытался в свой фильм шкатор ковский я лично и линч зашел и вильнив пока он динок это проблем нет и на 50 играли да не меньше григорий ты как будто не с нами я не знаю ты где там души моешься или не знаю ты вроде и вроде и здесь вроде смотришь а ну вроде и спрашиваешь еще это шут да я говорю у тебя трансляция без звука окно или игру да работаю а какая цель ты вот транслируешь как бы просто чисто да я а 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 Продолжение следует... 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 вообще кайфово прям не знаю круто общаются люди сидят общаются играют в то что им нравится ну прям замечательно вот я у меня такая предыстория всегда если в контексте говорим о том кто в какие игры играл там в детстве на серии на я вот 92 года в этом году это дюна вышла и в сегу я играл мне было что 8 лет двухтысячном году брату 7 история очень офигенная сломались джойстики сломались джойстики ну просто не работали вообще ничего нельзя было на них нажать и мы хотели играть в дюну у нас там еще к этому толкома что это лежала ну а дюна и короче прикинь у меня брат такой это типа изобретатель все такой умный башковитый и он короче иголкой иголкой в порту вот где вот эти тычинки эти торчат вот эти втыкать куда джойстик он замыкал короче нижний контакт с четырьмя верхними и право-лево вверх не сходил вот этим квадратиком а я короче нижние два контакта самый ближний замыкал и ну грубо говоря это буква была и мы так всю дюну прошли за все три дома короче да как только дюна не проходили да ну это не ну так хотелось играть вещь как кайфово было прям воспоминание такое ну да вот как как я надо вас последний стримов говорил там что шел 2023 год а интерес к дюне остается а дюна какого-то 94 93 года выпуска не но на виши люди они по психологии разные бывают вот допустим вот если взять пример игр компьютерных а допустим ну тоже допустим gta san andreas да у меня всегда был интерес к играм с особенной стороны вот если допустим не игра нравится а там все круто там ну и книги районы все там вот эти тачки ну то есть круто чё ты летаешь на вертолетах на самолетах на машинах на мотоциклах но фишка в чем я игру почему-то вот каком она там 2005 вышла мы играли 2007 вот и почему-то я ее прошел на сто процентов и мне не нравилось когда использовать и я ее и сюжет и все вот эти мини задания проходил я ее раза три или четыре проходила на сто процентов вот мне почему-то вот это было в кайф обратно у меня допустим он играет по-другому он заходит если в гтс андреас он набирает коды и то замедление то взрывы то еще какие-то фигнюшки там делать с ними сегодня интересует ничего то есть люди лишь по-разному играть тут же взять если дюну если вот взять рейзер окно это мой стиль игры фангресс я люблю к папа угорать в игре да то есть есть некоторые любят по угорать то есть тут уже gta 5 если взять я вот ее недавно записал все стопроцентное прохождение сети прыжки там поделась эту херню и почему-то вот когда сюжет кончается до этого я и проходил раза три мне не хотелось вот эти вот доп задания какие-то делать потому что у меня прям интерес пропадал мне сюжет очень нравился такое но все кайфового там повысмеивать это американский образ жизни прошел и прям после сюжета все я в нее не хочу заходить дюну если взять здесь же по-разному игроки играют кто-то быстрее там допустим убить противника кто-то хорвестеры все поубивать у противника и все и сидеть смотреть как он ничего не производит мне нравится допустим стиль игры когда базу полностью развил сначала все там по настроил оборону прям что не пробиться и потом пошел на базу противника и начал там не уничтожать базу а захватывать пехотой и мне почему-то но я с этого кайфую не знаю все вишь по-разному играет ну да просто ну как бы есть кроме дюн это во что поиграть в настоящее время то есть всякие там стратегии наворочены же есть и как бы именно в 2023 году как бы логичнее смотреть сторону более современных стратегий нежели вот оригинальной сеговской дюны просе вот и не каждый знает что это такое да но помнят некоторые кому лицевка есть ну вот я и говорю вот поэтому то что липецк я тебе скажу даже больше у меня есть американский игрух знакомый и он хочет к мигнафину прикрутить мышку именно к сборке дюны он гаджиком скаем перепели переписал пусть прикручивает кто против какие-то я видосики выкладывал по-моему даже и здесь в том числе что как мышка работала бы в дюне и там как бы есть ну не очень удобные моменты все равно то есть это тоже надо как сказать а я вообще с дюной случайно познакомился то есть возможно поменяйка игры вообще не было если у друга это ну это сборник игр клуба он у него не запустился на консоль а у меня запустил и он мне вопрос как дал и в дюну я я запустил ну стал гатики стал гатики гайте мою зону комиксов я уже в зону комиксов буду играть вот кстати зона комиксов это такая тема но представь нам по 7-8 лет учетом 1 2 класс ходим на и мы короче ну летние каникулы все вот я там чё 2 класс закончил брат 1 и короче а брат еще тогда он в 1 пошел когда я в 3 пошел то есть он еще в школу не ходил и прикинь летние каникулы все мы сидим это у нас сега и с утра блять часа в 4 или в 5 встаем просто пока все спят родители не давали играть и не говорит ну там полчаса покатаешь час там все там туда надо на дачу надо еще что-то надо мы встаем с утра и начинаю херачить короче родители на работе они прятали приставку от нас это куда-то там наверх на шифонеры доставали короче все подрубали слышно в дверь стучат короче то ключами открывают бах все убираем быстро провода рвались короче и в эту в комик-зону это играли более прикинь как кайфово ну первый раз запускаешь ну а чё мелкие там дети не так быстро все это садаптируются и вот этот первый уровень где надо через мост прибыли от них казалось надо какой-то разгон взять но не получалось раза два три падали подряд в пропасть ну и ничего надо было заново начинать потом ничего втором уровне то дракон сверху и и мы дракона потом про купили что у него бочка сзади стоит бочку перепрыгиваешь он плет в бочку поджигает под него подставляешь и все он сгорает короче ну и потом дальше там а потом чё третий уровень ладно а 4 где этот чувак то воздухе висит кунг-фу вот это огонь по воде пускает блять какой он жесткий он эту херню из пальцев пускает ногтями своими гасит постоянно взлетает короче жесть ну я комик зоны регулярно пера прохожу я тоже вот стрим этот записываю ну как стрим видос там что-то они ждали перерыв брали 20 минут тоже вот взял прошел от еще запись какую-то ну смысле сохраняешь ну да вот если видно сейчас мой экран ну вот этот браузер ну вот у меня допустим канал так ну и вот у меня последние видео опубликованы вот эти вчерашние что и комментировал начальные эти битвы потом чё всякие игры там ртс вот здесь как раз дюна вот это сега сюда я закидываю хаки моды которые давно и тут всякие разные игры вот что там я играл starcraft там 2 есть вот это разов legend хорошая игра под ней тоже степами сообщества было такое небольшое ну там буквально два активных человека было играли тоже прикольная стратегия если кто в курсе не знаете вот этот разов nation сразу разов legends ну и варкрафт я забросил вот этот циркуль cirrus что-то мне надоело это фигня но много там наиграно тысячи видосов ну а там чё там пвп пвс эти гильдии беспонтовые на иных нафиг что теперь я свободный человек вот так что такой вот канал он stalker и какие-то я играл rdr он рпг там ведьмак частенько запускал я его еще вот он пятнадцатом году вышел тогда играл не ведьмак из всех игр все что за всю жизнь нают топовая игра 3 ведьмак ну а ты в данный момент и это будешь заливать куда-то то что сейчас происходит а ты имеешь ввиду что мы общаемся что ну да ну а чё это сильно нужно вырезать или чё ну как я просто это туда же будет относиться вот к турниру к этому грубо говоря сейчас вот турнир этот тет но я думаю что я буду комментировать раз вы зашли пообщаться так что он они там что-то бьются там счет объявить тем более что это за третье место ну сварщика с этим с ягеллоном конечно надо будет посмотреть интересно там у них очень мощные силы у того и другого да я так и думал что они на лист они же играли у нас кстати говоря вот тут в дисси когда вот этот диск зашел тут еще не роли у меня не было ничего я там к это вопрос задал уж не помню и там что-то димедрол ответил а я как раз его хак нашел что-то за харкони на вот этот ревенш поиграл круто и он короче мне в дисси что-то ответил что-то начал в личку писать ну и короче он сказал что делает за трейдосов такую же тему как ревенш ну типа свой хак вот и он сказал что самое сложное там тестировать надо будет на ему предложил городовой я тоже потестирую но он сказал что еще там какие-то игроки будут играть вот я ему предложил что короче я буду в формате том что буду играть и так вот комментировать типа и буду выкладывать видосы то есть не стрима просто видос вот там допустим пройду и там через час уже будет видос на ютубе что он мог поглядеть там чё как работает ну замечательно в общем это все будет вот на канале в этом в разделе ртс и плейлисте 1 дюня 2 хаки чем больше движухи тем лучше один делает другой тесте 3 камень эти 4 стриме 3 турнир делает вообще шикарно ну да круто липец как там по волны жарко у нас одна из причин по которой я ничего не делал откуда липецк и ввы как бы как крану не включил а липецк это где вообще но это в россии из россии я из россии да и сибири только вот я не помню где липецк там ну примерно центре он центре сам да чуть пониже москвы это карану это ближе к москве но это получается еще но я-то сибири я получается еще ближе к алтаю новосибирск короче но у нас тут вообще лето в этом году я такого никогда не помню прикинь себе сибирь с ракет просто с 1 по 7 июня недели просто без дождей со ракет температура плюс 40 до у нас такого никогда не было ну и сейчас сейчас август идет ночью плюс 25 днем днем тридцатка ну это как бы терпимо но такого тоже никогда не ну ну дожди конечно есть иногда прям такие заслушливости нету ну так вот вот сейчас смотрю стрим так вот чисто на вскидку с ardukar один кредит что-то у него с хорвестерами либо проблема либо чё но куча штурмовиков реактивки и 3 700 у дюниканта у зеленого ну это же они на центре замес устраивают но прикольно мне нравилось больше какой формат на ром хак канале где вот эти два окна где люди играют они одинакового размера тут вот этот маленькое окно она очень удобно конечно два таких больших не оформить хотя бы себе одинаково были был попроще ну да я по классике делал но не знаю у липецка больше мне оформление нравится ну так он и говорит про это не на галс макарева выгон шоу где ну кайфово короче а тут видишь это большой грамм нормальный ну удобно смотреть а на мелкие надо туда щуриться с лопу нафиг я уру я у пуде венгин делаю такой спорный вопрос да как кому лучше и и все равно найдутся те кому это меньше нравится больше нравится тут от всех не построишь ты поэтому просто каждый себя сам выбирает как ему больше нравится всем привет здорово как дела липецк нормально жарко жарко я люблю веру давай каком не прийти а чё у тебя очень жарко да ну круто круто я тебе завидую я люблю больше холодок не я не люблю холодок я лучше в холодильник завод залезай в холодильник вот смотри штурмовиков чтоб 10 заказал или 8 этот деникат и чё-то он то ли отходил то ли чё долго на месте стоял он вроде дюна кок а не деникать кэт код ну написано по-английски деникает катка это пофиг ну-ка это дакать он говорят спонсор турнира что там двадцать тысяч прислал этому стриме принять или это давно уже было по-моему это кстати удивительно шкаун дюну в кримик он же после кого какого ли он победил скал больше никакой дюны ну так это на бабках все завязано ему бабки за за стрим видать кто-то поднабросил ну он сказал деникат организатор тип ну как и спонсор основной вчера ему накидывали там что-то 3000 было ему накидали до 7 с чем-то тысяч вот сейчас семь с половиной сегодня никто ничего не донат никакой не накидывал не по векам отсутствовал вроде как как кигану ну пока мы заходили там вроде ручка в пол блин этаж дюну насколько же надо любить смотреть чтобы это все поддерживать таким образом на это здорово но это но чувак тупо лайком заработка вы данном по-любому но без бабок я не знаю это только я такое знаешь мне мне бабки не нужны я не прикалываюсь поэтому мне как-то ни много ни мало деньги есть как бы так чтобы если тебе зайка деньги платят как а уже как работа но короче не могу вкурить они по ходу замес продолжают ну то что на танчиках вот идет замес это прикольно потому что бывает такое что воюют зданиями а это уже это когда закрывают пушками твой завода ну да ну да интересно где куб породил сардин на пвп есть вроде как так узко битва прикольно поизрешите ли все поле вкать его как один вошка мне и дюна нравишься там герочки а он там какой-то был в чате ключ где-то он там высоко был он он ключ на 13 пишет да ключ дороже сейчас то чего никто их не трогал учет они там разговаривали но даже с кем-то ругались слова любит круга а что-то мне там димидрол пытался объяснить какое-то там общество раскололась вот слова он как изобретатель вот этого хака именно для пвп он он идейно вдохновить и еще и деньги закинул свои да ну насколько мне известно что он за как шелл по-моему 45 тысяч рублей и фига уже раскал ну вот тоже как ты говоришь насколько надо любить дюну да ну да не ну пройти дюну иголками и пальцем тыкая в порт джойстика это что же не знаю насколько надо любимым мелкие были воспоминания такие ну да ну тогда были другие какие-то приоритеты да тогда наверное это было что-то ну какой-то свежие какое-то направление новое интересно поэтому было часто конечно по наворочено столько игр столько всего помимо игр делать можно и читать и фильмы и сериалы смотреть еще хочешь и музыкой заниматься да так что это прям такое уникальное времяпрепровождение дюну играть я уже думал раз дюни кат стоит думал ему поражение считают смотрю и кредитов не нафига не стоит и у этого вроде у срд у срду кара и техники дофига ну чё 21 что ли на что-то замес продолжается так долго да у нас были по первую биквы покричатся это вообще жестко не ну вот чтоб вы понимали если кто-то играл от докмана просто вот рейзер к нас кинул последний хаки там за все время скачал все папки ну и давай по одной там тыкать ну и вкатила мне докман эдишн просто в папке докман докман эдишн врубил давай проходить за фримена за стандартные неинтересно как-то но обычно наигрался и думаю прохожу ну все кайфово нормально играю там в одну миссию прошел вторую там все по записывал по выкладывал ну и короче предпоследняя миссия и не помню кто там зеленые и фиолетовые по моему еще кто-то блять и как начинают они вот прямо у меня пукан подгорает и я базу построил и рука смерти прилетает и пушки мои ломают и вот эти вот какие-то там хрен пойми супер танки супер реактив какие-то у них там ё-моё думаю ну чё за фигня просто прям потом короче я ее мутил мутил эту миссию и в итоге два часа сорок восемь минут я играл и это на уровне легко блять ну в докумана сложный мод это правда и это он его еще облегчал по моему там липчанин больше ну так про ну как ни странно а вот который раз уже ну как бы такое ешь у тип вот те кто ну игроки первый раз там хак какой-то хотят пройти они почему-то вот ну как-то им менее нравится звук за классические дома играть вот они ищут какой-то более эксклюзивные вот как в данном случае особенно особенно когда люди ком в дюмы не играли еще со времен консоли ну я про это и говорю да вот и выбирают какие-то вот такие новые дома добавлены вот при этом они не понимают что а ведь могут же быть классические дома изменены компании с классические дома они почему-то это вот игнорируют вот это я прекрасно понимаю видишь это же тоже все упирается во время если два часа с лишним трачу накатку на одну миссию ну я конечно поиграю в переделанные именно компании вот надо будет сейчас ближайшее время чего-то я сейчас отпуск начинается послезавтра и ближайшее время потестирую от рейдосов делает димитро этим позанимаюсь а там уже ну потихоньку помаленьку так может раз два раза в неделю по поиграю за какие-то переделанные уже единственное что когда миссия вот если взять раз рейзера там и ну у липецка тоже по-моему тяжкая но она полегче чем рейзеров ски мне показалось миссия и или или нет или чем там отличается у липецка по моему коды не включены да там написано что коды убиты а у рейзера по моему там есть коды и в чем преимущество в том что я могу зайти в рейзер включить там карту посмотреть что как расположена на то есть для себя прикинуть если бы я захотел сыграть без без кода в миссию в какой-то также уровень какой-то любой подрубить вот но там как построена игра она вот как вот сейчас ребята играют пвп она примерно настроена на то что ты самого начала должен заморачиваться разведкой и прям найти поле где спайс противник собирает и уже идти туда и как это говорят в старкрафте харасить вот эту всю херню то есть уничтожать харвестеры там чтобы они там постоянно пустые в базу ехали если настроена игра так вот без этого потому что ну атака очень большая очень много юнитов по 10 по 15 из этого игра виснет я вижу никакие другие эмуляторы не использовал кроме генс не все как-то лучше использовать ну и думаю до этого дойдет сейчас в отпуске время муж появится попробую этот эмулятор ну вот и вот почему сказал про то что там игроки там классические дома ну как-то обходит стороной новые вот играют вот какие-то вот такие вот уникальные дома и как раз это была одна из причин по которой вот я сделал вот один из последних модов это мод мерценарский который там вообще мерценар и который никто не до меня не после меня пока еще компанию не сделал за ну я вообще не понял куда идти ими по нару взяли на сеговскую именно версию так что вот мерсенар может поиграть я в них играл по моему то ли 3 то ли 4 3 миссии то ли 4 я прошел сейчас я хочу покажу так где-то тут есть ну вот смотри а трейдерсы по моему это твой мод который вот подрубал я изначально по моему это вот был именно твой от липецка липецкой эдишн что ли вот трейдерсы играл что там до 6 миссии дошел временно это тоже твой моде и в четвертой миссии у меня сгорел пукан ну прям много игроков идет как ты писал там группу да я писал я код там кстати коды 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 то они уже давно в общем доступе есть все ну на миссии в группе там картиночки есть ну в группе этом фотографии там можно посмотреть ахану гуляну это в которой идем в квадрате да да ну там я тебе еще сообщение непосредственно ответил надо заглянуть это у меня эти отключены что ли ну вот смотри да вот где временно и тотальная брыгала или крапает шусь и живой да ну вот тут короче после после того как я забросил вот эту танковую миссию проходить она ну в оригинале больше всего бесила блин когда пушки появляются то проще базу обстраиваешь и все потом вот хаки смотрел тут демидроловский за харкони наиграл потом чё первая миссия за фриманов это уже досмановский начал играть докмановский и потом вот включил пару хаков прошел три миссии за наемников наверно вот это да вот тут я пару хаков включаю там вот эти скотами вот со всей фигней ну и вот за наемников вот это твой наверно хак на вот наемники эти до желтые а там если шрифт изменен то по-любому мой я так по шрифту их определяю да да на электростанции прикольную и на прикольная тема потом пода прохожу черную три миссии прошел четвертую буду играть да ну это не самая сложная компания на мой взгляд мерсенарской я старался ее ну балансировать как-то сложность чтобы она не была ну как фан мод например там словно а фан мод фан мод это который ты говоришь твой до липецк фан мод ну да а вот вот у него по моему я пробовал подрубать то ли с него я начал вот как раз вот от рейдосов я поиграл по миссию штурмовую я прошел и после штурмовой что-то седьмая что ли получается остается соник или подожди шестая да блин короче ладно запутался ну примерно там шесть миссия прошел и потом начал за фриманов и там фан моде как раз по моему и было что вот это вот миссия танковая прям ну не знаю сгорел с нее короче она да она сложную это правда а ты сам ее проходил там ну сколько вообще надо этих хорвестерных заводов стоит штук на 6 и хорвестер 10 а ты на какой сложности кстати все легкое включал самое легкое а вот как раз для этой миссии про попробуй норму или да или даже трудно ну уж так хотя бы попробовать возможно она на норме легче чем на легкой вот чем прикол это может я тоже кстати задумался видишь гениальные мысли но это как бы проблескнуло там в голове думаю что-то напутано набаговано со сложностью ну потому что как так на легком ты говоришь значит на норме попробовать ну попробуем там дело в том что там вся компания союзников с от рельсами смотрите как союзник вот чем вообще сложности друг от друга отличаются деньгами количество которое привозит хорвестер после одной выгрузки спайса для игрока и для и и и считается союзник тоже да то есть для него поднял вот да 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 то есть если сложность поднимается для врага то она и для союзника соответственно тоже ком будет столько же сколько и союзник с одного хорвестера привозить ну там что-то как я помню это миссия вот присылаю значит свои юниты пехоту это все возле машинного завода туда идет остальная атака кто там красный или зеленый не помню уже вот еще этот десант высаживается и как-то ну блин столько такой напор идет что раздалбливают мы юнит я уж не знаю там то ли начать стену там строить и мсв попробовал там рассадить думаю там места мало у них на материке где союзники одну вот банально у меня вопрос такой есть ты читал текст ментата вообще ой не помню я вроде все всегда тексты ментата читаю там единственное что ментат писал если это точно твой хак там он писал что наладь производство танков что я первый раз и делал но я строил то ли 3 то ли 4 3 завода помню сначала строил хорвестеров еще штуки 3 то есть у меня всего хорвестеров 6 было и потом я строил завод единственный минус может быть что я один только завод строил надо 2 сразу лепить и там уже сразу в это атака начинается и танки начинал производить но все равно не хватало как-то сильно много быстро приходило танков не знаю я попробую вот вот ты если ты читал да вот какая цель у миссии вообще помнишь ну там основной что он писал наладить производство танков нет цель миссии как ее пройти выиграть ты хочешь сказать там было что-то про сбор спайса ну вот ты догадываешься да ну может быть это я упустил но мне почему-то показалось какая-то миссия была удобно на что по моему 5 что ли за фриманов типа ты 40 тысяч спайса там собери но если ты хочешь базу и что что уничтожать там прикол там прикол компании у нас креме запалили весь рабочий стол но это нормально ну это ненормально но я не знаю люди вечера по разным к этому относится я не знаю ничего в этом зазорного такого ниже аудитория небольшая не сказать что там секретные что есть так вот одна из идей этой компании в целом фриминской то что там же сюжет между прочим я заморочился сюжет там есть да и читал там и там ну нужно платить донаты и космической гильдии и каждой миссии по определенному количеству донатов вот и в четвертой миссии тоже то есть там первой миссии там я уж не помню тысячу во второй две тысячи я не помню точно они там пусть на тысячу увеличиваются на последнем по моему десять получается на первые две вот ну и на четвертой тогда сколько там получается пять тысяч наверное собрать то есть там обязательно надо на каждой из миссии собрать как определенное количество спайса вот но там по моему надо и спайса собрать и базу развалить я уже точно не помню а вот на четвертой миссии там по моему достаточно только спать собрать не ну если так то да даже если так даже если так по моему даже я что-то предпоминаю что есть такое типа ты можешь собрать спать но даже если так то хрен знает в принципе они на базу на мою не идут можно попробовать я попробую собрать там по моему или спайсом можно или ну по классике базу не вы ну выиграть и можешь и спайсом собрать ну короче два варианта есть либо вынести либо спать собрать уже собрать спать собрать я думаю там не дольше 20 минут 15 может быть базу вынести если три часа катка наверно учитывает вот как там танки строят на базу тоже реально вынести но надо знать нюансы надо ну как бы понимать ладно ребяка давайте у меня к Липецку один вопрос Липецк у тебя есть компания именно на английском языке? нет спасибо большое никто мне так и не перевел мою компанию на английский onden а а twitter корык мы хотим продолжить все как выш?' да я в свое хотел ты меня как обычно перебиваешь включить микрофон типа мы разговариваем а как говоришь мы тебя перебиваем это уже другое это уже да ну бывает ну ладно хорошо ну короче я понял из нюансов ты имеешь ввиду я обычно как делаю если я не знаю карту запускаю 2-3 раза миссию и разведаю техникой где какие поля спайса где что есть но я никогда не играл по тактике по которой ребята в ПЛП играют что вот прям приехать на поле и начать потому что для меня в такой игре как Дюна присутствие в двух местах одновременно это можно все это оформить но почему-то я не хочу напрягаться я хочу спокойно сидеть на базе там развиваться а вот это вот именно контроль полей как вот ребята в ПЛП делают я не скажу что это сложно для меня но если поставить цель если заморочиться можно разок в одной миссии это провернуть там уничтожать хорвестеры и если бы я еще знал нюансы вот ты как разработчик наверное знаешь вот у меня допустим вопрос такой вот допустим у противника 6 хорвестеров да и 3 завода если я им уничтожу 3 хорвестера он будет их достраивать или у него останутся 3 стандартных то есть каждому заводу по хорвестеру как вот в этом плане он действует так и еще раз у противника на базе 3 завода очистительных рифинери и 6 хорвестеров вот если я приду на поля уничтожу 3 хорвестера и останется 3 у них целых он будет их восстанавливать или он останется с тремя как у него есть по идее да будет восстанавливать не но если так настроена то конечно потяжелее будет то есть это надо постоянно поле брать под контроль то есть прям ну да прям сидеть там на поле там какая-то настройка есть я уже подзабыл с хорвестерин связано ну в целом да в целом да они строят то есть хорвестеры у них лимитированы то есть у них ну обычно жестко прописано сколько хорвестеров на миссии можно прописать меньше хорвестеров можно больше соответственно когда их будут уничтожать и по-моему в первую очередь он хорвестеры как раз строит ну из здания то же самое ты если уничтожаешь то и их устанавливать если мой экономик позволяет там 25 что ль до 25 зданий запоминает разрушенных и вообще хаки многое привнесли что и стал более крутым и базу основную восстанавливать мсв строить и вот кстати я не договорил по четвертой миссии там надо знать как начинать выносить базу там хардкорная действительно миссия там противник жутко спамит там хоть на легкой хоть на какой сложности он там бесконечно будешь штамповать пока ему не начать выносить правильно базу его надо лишить ну короче ресурсов как можно быстрее вот то есть ну а это уже классика как бы то есть что надо сделать чтобы комп не сне перестал строить юнитов ну тут несколько вариантов можно все пробовать ну надо разведку делать какие здания у него есть то есть ну как бы первое что приходит голову это производящие здание уничтожить вот но мы смотрим на карте сколько этих зданий видим их проблемно сразу под контролем взять все эти здания наверно потом мы смотрим что у него там ага может быть ему экономику лучше вынести там и смотрим опять же сколько у у него очистителей там вот тоже много очистителей вроде как или нет или да а что там у него еще и застроение а вот у него есть допустим он уже где-то хранит свою экономику вот он ее хранит в хранилищах например то есть накапливать спайс в хранилищах то есть если допустим ты строишь хранилище и туда его разрушили это хранилище то у игрока там пропадает количество спайса которая кратно тому сколько помещается в этом хранилище вот ну и в хаках как правило хранилище делают более вместительными там по моему у меня там не то три не то пять тысяч она размещает я уже не помню ну таблица есть там можно посмотреть вот и то есть ты ему выносишь как раз и хранилище а ну там рядом находится я вот размышлял по поводу как же бороться с этой темой но для меня первая тактика которая возникает но провести разведку и самый такой малозащищенный найти рифенери ну со стороны поля нападать соответственно сразу и харвестер вырубать и нападать на этот очистительный завод их в чем проблема возникает здесь когда идешь туда на базу натягивается пол базы юнитов которые во первых обороне стоят плюс ко всему там если не ошибаюсь настроена так что юниты которые должны были идти на на трейдов или на мою там базу они тоже идут сюда и начинают отбивать вот это моего да да вот в этом большая проблема так что еще и размышлял о том что надо сначала отстроить свою базу экономику поднять и начать фронт двигать то есть построить там юнитов ну танков 10 может и начать их двигать потихоньку то есть не сразу присылать а двигать именно вот этой группой и постоянную эту группу пополнять выполнять не знаю получится так или нет в общем попробую по-разному червяки на червяками я захалывал этих а у тебя в черви свои есть не зала бы черви как бы то есть там надо фокус делать на конкретных зданиях принципе хотя уже сказал да ну понятно все стандартно и как бы если ты это возьмешь это под контроль там уж захватом кстати или нет я захвата больше всего люблю так уничтожишь но смысл он будет отстраивать а когда захватишь можешь принять оборону вокруг своей базы тому времена уже нет инженеров насколько я помню но пехоту по крайней мере все равно может помог а может и есть есть каком хаки уж не помню там просто инженеры они захватывают с 90 процентов хп зданий если что да напомню такое практически здоровое здание может забегать если добежишь правда не захватишь я тоже захват любил детстве я прям любил захватывать первое время играли не знали про захват как узнали так переигрывать начали да там еще в оригинале прикол такой что если ты захватываешь здание вражеское его вынесут а потом уже комп его не отстроить вот чем прикол был вот в модах в хаках но на мой взгляд сожалению это убрали могли бы сделать какую-то опцию чтобы там включить выключить вот убрали у меня целая компания была построена как раз фрименская в том числе на вот этом эффекте захвата то есть ты захватываешь да там на тебя там тучи там какие-то идут из-за сложности ты постепенно потихоньку выдалбливаешь компа постепенно за счет того что ты у тебя там ты захватываешь а комп уже не можно не восстанавливается и так постепенно как там курочка повернуть куполе вот это мне нравилось такой геймплей ну вот пришлось всю компанию практически пересматривать за это была же ранняя версия такая классическая миссион фримен по-моему она называлась кстати интересно будет у него переиграть и как бы различия ощутить что пришлось поменять вот что фан-моде в итоге то есть там как раз фан-мод он на основе вот этой классической компании за временно вот такой вопрос вот очень интересно было когда еще до этого может быть в году не знаю ну давно и в 15 и в 16 хаки мне эти были очень редко туда заглядывал такой вопрос вот когда хаки делали начали делать и новые юниты то есть вот это реактивный джип допустим ну-ка его тема прикольно меняю жутко бесила дальность пехоты очень большая прям как-то не хотелось но потом когда увидел такую штуку как он в разных модах то по-разному за 100 эрадикатор то этот и свч танк то еще какая херня вот эта штука которая одним выстрелом там то ли две тысячи брони сносит или сколько ее самой там две тысячи брони вот вот это прикольная штука я так думаю ну играя вот этот догмановский догмана дишин фримана я прошел получается что финальную миссию я там этих эрадикаторов короче ну а такой тип тоже меня оборона есть я давай эти юниты клепать накопилось там 17 и заказал в космопорте накопилось заказал по итогу в конце миссии у меня уже третьих эрадикатора идут базу потихоньку с одного высота они еще стреляют вот самая кайфовая редакция как сотик стреляют еще звук такой особенный и сносят получается с одного выстрела все прям не знаю кайфа ну прикольная тема но когда у противника такая тема на тебя нападает не очень ну пушек у меня там штук по 10 настроены они быстренько разбирают ну ну да и на мой взгляд это такой на любителя юнит я вот не очень таким образом хорошо отношусь и у меня их нету вот этим вот этим как раз меня и покупает именно вот это твоя сборка я тоже не сказать что прям хорошо к ним отношусь но прикольно то есть я но смирился с мыслью что раз он есть надо чудо пройти вот но так не особо нравится конечно не не знаю круто с одного выстрела взял базу вынес так спокойно перезарядка у него такая долго в принципе какой-то баланс более менее есть вот но юниты уникальные там какие-то реактивка штурмовая типа то какая-то реактивка которая точно попадает то как пушка стреляет то еще что-то там ну прикольно ну да целый звери не создали это прикольно но у меня вот например фан моде вот эти пять новых юнитов по сути они там для галочки мы если там ракетница какая-нибудь новая то она по сути такая же классическая ракетница только стреляет там на клетку дальше или там броня чуть побольше то есть фактически это дублирует ту же самую тот же самый классический юнит с небольшим каким-то отличием для конкретного дома вот лазер танк там ордосов но он как бы вместо ракетницы потенциально ну дальность у него огромная да то есть в принципе тот же самый фан мод мог бы благополучно существовать с классическим набором видит просто одну раз уж они есть эти вот новые то вот ну чтобы типа какое-то разнообразие она внесла и в игровой процесс что-то непонятно чего не там на турнире то ли паузу взяли то ли чё ну получается то комьюнити которая к этому относится к дискорду к этому то есть какая-то часть там есть на турнире ну кто там юник от и а так помимо вот этого турнира который он устроил последний турнир счетом двадцать первом году был какие-то в будущем планируются какие-то вообще мероприятия нам или просто пвп или каких-то прохождение хаков не знаю ну прохождение это точно планируется у нас точно вот сейчас пока каникулы я думаю что после каникул летний я возобновлю вещание тем более есть много новых интересных модов в том числе и от димедрол который там будет ну да вот как раз буду заниматься не тестили ну и от того же дюнного кота мы там начали играть надо его тоже показать ну в общем буду вместе с вами записывать смотреть там по возможности да вот кстати вот когда в том числе когда я делал дюн ивенты то есть рейтинговые вот как раз было ну желательно было бы больше больше присутствие каких-то комментаторов вот как раз если ты пораньше появился мог бы как раз одним из комментаторов побыть там на стримах но очень нуждаю нуждались таких людях кому бы это было интересно вот так посидеть пока ментить какой-то сторонний игровой процесс именно вот может еще пока меньше может еще будет до 5 может быть может и так может какой-нибудь геймплей получится нам показать ну ты если будешь свободен мы тебя пригласим удовольствие хорошо буду смотреть за этим каналом дискорде да особенно вот как бы таким непредвзятым взглядом что ли там предвзято это как который знает кого-то из тех кто играет как или как-то ругаются там люди ну там разные есть аспект ну например там ну типа по фану там за какие-то ни за какую не поддержку там как ну как бы лишних симпатий там нет никому ты там конкретно ну какой-то вот такой чисто по фану там ностальгия все остальное ну да свежий взгляд плюс ностальгия прикольно если я там могу там очень жестко там по критик покритиковать там я уже там довел там император до такого состояния шоу ну который делает тоже мод что он там уже на на мои моды начал там это тоже это телегу катить да 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 телегу катить там место буквы я буква йота мистер ебка не вот так а ты как бы вот ну нету каких-то этих лишних мыслей такого типа чисто вот такое ну пока еще не сильно окунулся ну если вот ну да 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 год пройдет и мы там за этот год там не знаю 10 турниров там проведено не 10 хотя бы 5 каких-то ивентов по на делаем там раз два раза в месяц там тогда уже будет понятно что за аудиторию кто там как тогда может и что-то изменится ну а так да хочется просто со стороны взглянуть сравнить с тем как в оригинале было покомментировать поговорить ну так чисто не знаю по мелочи ну да прикольно ну и у тебя вроде микрофон хороший голос ну да да качу в этом варкрафте ну знаешь же да варкрафт ворду варка я там же и гильдия у меня было и как-то не знаю всем этим занимался и командовал все и это же и там ивенты эти проводил и комментировал там и в райзу в лесу же мы эту стратегию играли с ребятами тоже там турнирчики были небольшие тоже комментировал ну так по мелочи но микрофон человек но наушники просто взял но их давно уже взял хорошие тысяч за 6 по моему рейзер вот микрофон такой более менее раньше микрофон тоже наушники были нормальные но микрофон почему-то у них наушники чё за 500 рублей в 10 раз цена отличается так что там звук вообще херовый был вот они сыграли первую катку они до трех побед играют сварщик победил ягеллона я там особо в подробности не вдавался как мы говорили вот сейчас они еще начали еще играть сварщик за красных за харконинов ягеллон за зеленых а первый раз они играли то ли наоборот то ли также было потом глянуть будет сейчас чисто сначала можно даже прогноз конечно дать у кого спается больше будет но допустим еще зеленый у нас ягеллон четыре завода уже построил а у сварщика если не ошибаюсь их три сейчас он покажет если зато у него джип и радар уже есть сложно считать когда они все крутят вертят да надо ловить этот момент в начале но три завода да то есть он уже грубо говоря уже сварщик отстает на чем он вывести может это либо ближайшие прям пару минут построить 4 либо хорвестеры заказывать в то время как 5 завод смотри вот 5 у этого ягеллона и так он выигрывал кого-то в этом турнире с кем он там играл ягеллон то есть он построить сейчас пятый завод он уже преимущество большое имеет на него приток просто больше будет и он сейчас же этап такой разведки ну вот он хорвестер уничтожает если он допустим его добьет ягеллон его не уведет сейчас то он как-то выровняется еще но в то же время чего этот сварщик заказал хорвестер и он произвелся то есть он грубо говоря как подровнял но все равно 5 заводов это мощная тема ну там наверное не только количество очистителей сам прикол очистителя в том что это во первых та штука которую надо уничтожить чтобы ну выиграть типа что базу когда уничтожаешь все уже дольше уничтожаешь плюс тебе привозится бесплатный этот хорвестер то есть прям здравая тема не она конечно круто построить 4 завода и 4 хорвестера заказать в этом в машинам заводе но так на начальных порах до хорвестера особо друг друга не поразрушали она прям ну толчок дает то есть пять заводов против четырех у него просто кредитов больше будет будет больше построить дальше будет зависит от того как он их законтролит еще именно делает но вот у красного пошли танки в производство пушка на базе стоит у зеленого чё ветряк и заводов несколько интересно наглянуть 3 на ну да вот 5 ну так есть вот второй машины пошел завод все создавить будет регион вот уже и танк у него готов пошел на хорвестера уже проблемы создает а а а а а пушка у меня кстати такое ощущение что вот это которая обычная не ракетная такое ощущение что в этом моде у нее дальность уменьшена именно вот в этой пвп версии может и так хотя бы считается классическая версия а и а и а и и и и Ну и чё так сварщик на разведку устроил. Не ну силы примерно равны, так то производство и того и того идёт. На прямой будет зависеть у кого сколько хорвестеров целых. Примерно одинаково мне кажется, если у того даже четыре завода он заказал. Ну и движуха, ну вот в углу он стоит да расстреливает спокойно, а этот занимается видишь здесь на базе. Что-то он то ли не увидел его ещё раз. А вот увидел. Вот вся вся успешность в этом, если он сейчас будет крутиться танками туда-сюда, да выстреливать по одному, по два. то есть он постоянно если будет в минусе находиться сварщик. О, этот ягелон по хорвестерам, а у того больше будет. У него просто юнит в один момент больше станет и всё. он выиграет. Ну да, повидает. Да, есть такие микро нюансы. Ну прикольная тема тут была, что у челика значит он на красном хп отправил хорвестер в починку. он зашёл в починку, кредитов нету и в это время пока он был в починке три или четыре хорвестера у него было на полях и эти хорвестеры вырубил танками и уничтожил противник. так он просто ну так и не вышел с ремонтного завода, то есть может всё и проиграл. Так тоже чё-то, чё они там то ли паузы взяли то ли чё. Так это не реал, так не реал контролить, так. Чё, заклятый друг геймера, лаги? Ну, наверное, может пауз убрали. Э, видишь, вырубил звук его. Вон чё-то ему на донатили, было семь с половиной и стало уже восемь тысяч шестьсот одиннадцать у меня. Это видать кто-то закидывал, но это в ход турнира. Даже пехотинец стрелял. Полагаете, ну типа того, да, типа того. Ну вот опять же, возвращаемся к тому вопросу, что если вы хотите, ну, на каком-то серьёзном уровне играть, ну, заведитесь вы уже там провайдером, не знаю, компьютером, 4G модем на всякий случай подключить, не знаю. Вот за себя я скажу, вот за себя, да, вот я захотел стримить. Понимаю, что в любой момент у меня может оборваться и нет, ещё что-то. У меня есть запасной интернет, у меня есть 4G модем. Так, 2-0 что ли? Чё? Чё? Опять сварщик задавила, ничего. Такой вот финал. 2-0, да, сварщик. Китгоу карту выберу, WarGate Go. Аж до играл, ну ещё и третий раз выиграть еще и чемпион. А сварь не против? А если соперники не против, то можно так? Так... Ну тут про интернет говорит, что. Да, можно. Крутой интернет там, ком, второй интернет, нет. Туда? Если человек прям задаётся какой-то целью. тоже в том же варкрафте помню игроки вроде бы и люди сами по себе нормально вот есть у человека интернет плохой вон там лагает а он там ничего не может выполнить чисто из-за того что интернет или комп допустим слабый это прям ну печально обидно но люди так-то нормальные ругаться о них за это не стоит они сами это по себе люди не виноваты и плюс разное бывает и удаленность какая это региона с какой-то дальнейшем не проходит интернет вот я только хотел сказать да еще надо чтобы все в москве да да если близко то как-то меньше проблем а так-то из разных регионов поэтому где-то на пути этого сигнала какие-то возникают проблемы сварщиком вообще с украины как он там умудряется и он берет связываю карту зависит от того где он не хотят добавить не могут добавить новые дома с его особенности сеги вот смотри сейчас вот самое начало все посмотрим как они развиваются нет мелких карт убрать чем ветряки есть первый завод и мелких карт нет все все плюс-минус большие сварщик красный и зеленый походу не меняются вот пока сварщик строил грунт у того уже готов второй завод почти на к вот он поставил 2 а у этого только еще делается объективно там пропустил ракетница там потерял завод все понятно подбесила пристарного завода и после второго завода у ягеллона пошел машинный завод а у сварщика пошел хорвестерный завод 3 тоже неплохо вот и только сейчас он будет машин у каждого нет думайте как сварщика побеждает вот так сварщика побеждает он уже побеждает он уже побеждает 4 за начало игры у сварщика экономика чину пошла утра не разведку делать по 0 до ну 4 заучил вопрос сейчас либо машины либо еще будет ставить верность вот хорвестер на 5 пашет игра идет вот это расчетов 5 хочу в это время построил третий завод построил возможно регион машины уже психологическое преимущество уже поехал чека я думаю сварщик может идти в экономику потому что у него счет 20 и он может как бы экспериментировать учиться позвольте себе моя частенько такое видел то есть вот как он делает не первый раз вижу сложно будет вот он в принципе понимаешь трехколески мы сейчас ничего не сделают машины успеет построить он хорвестер на главе ну он вообще за базу направит все самолеты унесут ну да он рассчитывать на то что потенциальный ущерб он перекроется экономикой тут машины готов сейчас он закажет что подольше провести джип поехали на к этому сушу и отобьется через место у свара какой пинг я не знаю через запиен игра здесь не показывают они сами пропишут в игре пинг какой он у нас поборца ничего не сделал пошел туда и опять ставит ветряет самый фенере тогда смысл а он радарно радар делает такой товар пошел но не уже джипы идут не на регион вот у него тоже 5 да но он мог пятым поставить как раз производящий завод машины подкопилась непонятно как видео он реализовал вот то что он раньше построил производящий завод развил этот разве там больше одного спальника отправляешь тогда будет отображение видишь это же время занимает когда вот он сам курсор уводит туда на базу начинает там контроль идет у трех колеса ссылочка в чате а ведь это время можно потратить посмотреть там может харвеста какой пол пол спайс уже набрал всегда отправить его начать что-то другой . вообще реально запилите реально игорь иди он побеждал но здесь скорее один которым наверно шансы такие но я даже не знаю сколько наверно 45 на 60 разу 55 это мало вся по 40 наверно такие шансы вот уже проблемы большие очень тяжело когда уже не джип кто-то то такую то харвеста ему и законтролить очень тяжело трехколеску делает мне кажется еще он может забирать столько контроль усложняет себе контролем всем привет здорово а сваршик в то время лунных арвестов делает исток выигрывали тем более девочка но не знаю джамал и кто не хочет быть уродом все хотят быть красивой там что сварщика скорость геймпада быстро ощущение что кимпад кликается в разы быстрее чем и регион это из-за коннекта нового сварщика просто лучше коннекта он лучше кликает тролл там туда-сюда прыгает скачет вот регион уже два танка читал танков не вижу этого сварщика уже до базы пошел поэтому вот так все произошло остались еще ветряк на учатся кстати учатся вот сейчас хорошо не был ты чё собрался не по-моему это по-моему этот стремя что-то говорил вон два танка я же говорю сварщик а ну ну вот на производстве танки есть ну чё опять замес в середине по ходу будет да не как он пишет что карты играют разные с особенностями интересные ну прикольная карта ну в углу спас есть посередине есть вчера вчера был момент не помню кто-то выигрывал деника то ли я гелон туле то ли кто-то другой то ли сардукар выиграл он играли синие с красными и синий на мутил так что у него и дворец уже был он с дворца пехоту эту вызвал пехоту там по итогу кому трояк один раздавил что ли штурмовик то ли танк и я такой думаю осмотрю уже красный побеждает уже ближе к базе там штурмовиков у него куча и смотрю на его экономику 3000 кредитов или пять или шесть там у него и под семь тысяч в конце я и кто это то ли то ли у деника то вы утрю кого блин надо пересмотреть я прям кричу такой комментирую и кричу е-мое давай руку смерти ставь завод этот самый он еще в конце уже когда перед тем как они признали что этот красный харконин победил он уже так в главный завод зашел выбирает дворец ну и ты понимаешь что он же еще будет производить эту руку смерти вот пораньше бы он построил я прям кайфанул если быть на пвп турнире прям рука смерти такая прилетает и пару баз бы захватил да это редкая явленькая до дворцов да ну это прикольно ко мне я люблю такую тему сейчас удачно попадет вот он во вторую базу пошел сварщик и все будет давить во вторых рука смерть если она как оригинале она кривая да и смысл за такие за такие бабки особо не не но если попадет зато будет прям мощь ну блин пусть от этого исход будет зависеть тогда это сомнительная казино вот смотри он девастатор уже делает зеленый штурмовики лепит 9 что у него не замечал у танки штурмовики экономика примерно вровень наверное раз они особо не проигрывает никто но вторая база он сейчас со второй базы пойдет что то мне кажется эта катка может еще раз тянуться но опять же если они друг друга это позволит и фишка в том что по моему зеленый или он не в курсе что у него там базы есть что-то него там вон на радаре на мелком видно что он кем-то там пошел но то ли не заметил он табас он не в курсе ли мы что вообще там есть она сварщик любит вас делать даже когда проигр проигрывает вам семьи заказывает и куда-нибудь в угол карты ну прикольно да такой почерк художника девастаторы сейчас поедут еще мсв-шка у него чё он хочет но он тут походу разошелся вот за 3 девастатора заехал а этот не в курсе и главный завод ё-моё да если бы взрыв у него был мощный у девастатора тогда был бы смысл но он посмотрит прилично хп-шку сейчас если реактивочку туда снизу бы если подогнать и он бы добил этот главный завод это была бы супер связка еще и диастаторы строит что-то кредиты копится у вегелона чуть турели не очень вообще нам нету скучно безобороны но они как-то с это сыгрались на том что через танки ну видимо ну вот опять же он как знает как будто сварщик что черный угол карты правой верхней у этого у ягелоны он туда эту мсв-шку отправляют там рассаживать ставит ушечку был момент кстати прикольный офигел я помню что в оригинале и пехота по моему зеленых и синих или у красных кому тоже и реактивки пехота которая с ракетами она стреляет по по этим орнитоптеру нужным да ну да и я короче офигел там по моему ричи играл этот стример он заказал орнитоптер когда на базе у противника там и по моему кто снимал то ли ягелон вот этот же играл и от я такой смотрю все часы мы конец но я вижу пушек нету пушка не исследовано денег нету вот у него 200 кредитов и он короче прикинь просто на спокойствие заказывает казарму и я вообще я думаю все сейчас раздолбит главный завод у меня там хп уже меньше половины и он заказывает казарму из казармы строит пехота я еще недоумеваю как забыл про эту тему как так думаю прикинь он строить этой троеки пехоты они этот орнитоптер раздолбили чуть ну и потом он его задавил ну да забавно вот опять же ягелон не в курсе что он там есть в том верхнем правом углу а он там уже намутил базу то есть он и спайс будут оттуда сосать в случае чего он и пушки мутит прям я не знаю не сварщик прямо сейчас еще тут чё чё пушечка да даже три базу сварщика три уже ну да уж но это полное тотальное доминирование и гелон мой ряд уже не как я не знаю что надо это надо резко узнать о всех этих двух базах дополнительных нарезка вперед карты передвинуть юниты все доминировать по имитам и по спайсу но спайс у него в углу собрана дофига ужасного из пояс посередине и в тех местах которые занят сварщик он просто видел карту запомнил и узнал что там спать вот 9 он открыл одну из баз здорово всем здорово привет не миграу диме дролл это тот который я хак буду тестировать до этого но видим мы финал тут наблюдаем турнир турнир очка как сварщик доминирует на 2 гелона вроде бы и кредиты у него есть он касались чем-то касали 800 регион лишь отвлекается на этот микроконтроль а сварщик спокойно базу пушками за стране от меня не сильно помехи прута то я сижу под кондиционером можно тут микрофон поддувает не ну у тебя колонки да ну да ну когда я говорю что-то и слышно эхо но очень-очень тихая так понял надо понял понял да их а есть да небольшое такое незначительное не мешает сейчас сварщик победит и все дальше не хочу смотреть на дальше нечего смотреть наверно ну или там еще за третий я не помню сыграть за третье уже было там кто-то выиграл то я уже забыл деникат сардукар там играли то ли деникат выиграл вот наблюдаешь еще происходит на эту базу прибыла куча реактива чик зеленых из космопорта и они разносят ее так хочу сварщик стоит на месте а у девастатор кредиты у него где-то он всю эту базу хочет хлопнуть а по перекрасил а если вот сейчас он был на доехал если бы он сейчас контролировал вот я делом если то что они все ну ка чё они там говорят так 21 так сварщик сдался да уж не ожидал неприлично но у ягеллона тоже было техники так мне нравится что резко все это обрывается ну да ну как-то они свое решение принимают они то бишь более более там не было шансов и как так я настроился уже конец да ну ну там короче сварщик 2 регион 1 и до трех побед и сейчас второй раз выиграете гилон то еще дольше это все дело ну и не знаю как он проиграл конечно очень все круто у сварщика было что-то одну кредиты на единицы были то ли хорвестера потерял то ли чё перейди финал значит так на есть . престижа видимою говорит то самое заветное еще тоже потому что я скажу почему победил лучше стример скажет так это посмотри каковку он под контроль взял все залежи нормально все было 21 до трех побед если будет 22 это будет эпично пар еще хотел сватнул сожалению свапа больше нет так ну поглядим еще как они мутят ну пошли ветряки первые так у нас чё изменения значит сварщик синий регион красный хорвестерный у эгелона 1 готов 1 готов сварщика оба делают 2 сварщик чуть остают два сделал строит грунт третий завод заказал легион а вместо третьего рефинерри сварщик заказал машинный завод и четвертым заводом после третьего рефинерри заказал легион машину так радар заказывает сварщик чё он хочет танк быстро сделать ну с этого моментов в экономике должен больше быть регион чон кредиты считают интересными он все отправляет на базу чё-то они там высчитали все через радар играет сварщик разведка пошла машины только произвелся пошел джип продакшн внутри завода у эгелона он должен впереди быть вот после радара чем будет заказывать опа в пикар пошел в орнитоптер чё-то я где-то он подсмотрел так никакую тактику речь это будет прикольно если он не допрет до пушек легион но опять же я помню как его выручил барак казарма просто намутил реактивных трояков и они с пикарчиком разобрались уча у него 4 рефинерии а у сварщика тем временем чё разведка интересная и по ходу сейчас играем удаст знать что готова база хай-тек чё настроил они нет в производстве все-таки так решил и он интересно будет если он реки себе он в этот раз смотри вот на рефинере играет чет 5 построил у этого хай-тек если он успеет пикарчик замутить это будет бомба будет прикольно и в то время пока он будет с пикаром разбираться он дальше по поднастроить все экономику не ну шансов мало не знаю 22 может быть будет на гелон его додавит если он не сыграет нормально но до сварщику прямо не знаю чудеса какие-то проявить да 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 играет через пикар внезапно ну сварщик а тот в экономике сидит интересно еще какую цель пикар выберет для атаки какую базу главный может быть завод и главный сварщик хай-тек сразу поставил подождал пока ягелон уедет с базы так потом его поставил не увидеть да все поглядим куда ягелон смотрит почти готово видит и знает ли он что там вот она казарма вот это пехота ну да и понятно ну хоть так строят зачем как чтобы орнитоптеров не мучить зачем еще некоторые кариолы делают но это он если один есть не не те которые хормист хормистеры вызывают они же улетают с карты а если один есть он может на починку самостоятельно возить технику как надо еще и починку тогда организовывать ну да ну вот ресурсы это какой-то ранний раш не ну смотри он в экономике очень сильно проигрывает у этого уже продакши ничего и танки не орнитоптер делает дела один пехотинец не справиться с ним ну очень маловероятно что что-то сделает пехотинец но раньше небольшой ну по по нахарасит там чё он еще 2 что ли заказывал sonic ну прям дела до форнитоптер пошел 2 или 3 уже если он сейчас до базы дойдет да там грамотно соником еще поиграет ну под намутил интересу добавил сварщик нестандартная игра региона значит экономика тут прям думал у него больше времени о прикольный ну хар и минус пехотинец который на орнитоптер охотился вот он уезжает соником танки будут след только стрелять будут база базы прятаться в это время орнитоптер работает что у нас там регион на маленьком экране делает делает пехоту которая но она не дотянется до орнитоптера просто он слишком быстро двигается свою базу стреляет но сонику этому конец наверно с его прищелкнули заводы чинятся орнитоптеры делаются экономик это больше у этого видео на и он уже вблизи базы тоже не норнитоптер дает прикурить прикольно вы палитра какой-то барака сомнительную сварщик все сдался по 2 по ходу 22 на ну-ка послушаем чем там говорят так он для интриги по ходу так сделал да мне тоже кажется что сварщик хочет подольше поиграем все не верит и говорит что это какие-то издевательств команд 22 ну конечно сделать и он тут заберет да забрал он прекрасно понимал когда не стал строить дальше решение игре грифы и сардукар видели же пост авиации но там тоже ошибка да да видели от конина от рейдос и сварщика камбэк лучше решающий решающие я постоянно дома а а а а а а Продолжение следует...